Понял, всё, извини. Это она поздоровалась с вами, уважаемый. Натальичка, ну, понятное дело, что секс – это тема глубокая, большая и серьёзная, и ты этим занимаешься давно, и сексом в том числе, естественно, и изучением этой проблемы. Посему, само собой, наверняка к тебе приходят на приём люди, у которых есть в этом проблемы какие-то и болевые точки. Вот ты сейчас только что сказал о том, что говорят с друзьями, где-то на кухне. Чаще всего нормальные люди в 21 веке говорят об этом специалисты, потому что действительно, ты абсолютно прав. Партнёр узнаёт о том, что раздражает другого. Последним, когда уже тот собирает манатки уходить, и вот уже перед выходом он выпаливает все свои претензии, и одна из них, и вот это, и вот это, и вот это было плохо. И тот, который пытается остановить, говорит, а что же ты молчал? И никогда даже не задумываемся о некоторых моментах, пока вот кто-нибудь, может быть, в камеру, может быть, в журнале, просто на эту проблему не обратит внимания. Мы так смотрим на неё, думаем, оп, а у нас-то это тоже начинается, а у нас-то это тоже есть, а я так тоже делаю. У нас есть пять органов чувств, мы с тобой многократно об этом говорили, но и раздражение наше тоже очень часто зависит от наших органов чувств. Это и касается и вкуса, и запаха, и эстетического вида, и прикосновений, и вообще всех прелюдий. И здесь надо, давай как-то мы отсортируем, с чего мы начнём, да, с чего мы начнём в раздражении-то. Какое раздражение интересует? Я и хочу начать, вот знаешь, с чего? Смотри. Я часто слышу, и это пишут во всяких, на мой взгляд, не очень умных книгах, ну, не в тех, которые пишешь, ты и мы с тобой вместе, кстати, писали книжку, да. Нет, жена, пишут там, должна встать раньше мужа за час, нанести макияж, сделать перманент, красиво одеться и встретить его проснувшегося уже вот такой красавицы. Так, чтобы он не видел её расхрыстанную, с ненакрашенными глазами, с висящими, понимаешь, немытыми волосами, иначе это мужчину, дескать, раздражает. Вот это есть такое. Я, откровенно говоря, когда это читаю, понимаю, что такая участь у женщины, видимо, если идёт её в могилу гораздо раньше, чем она, в общем-то, и запланирована, потому что это нереально, невозможно. Но, тем не менее, раздражает ли, по твоему опыту, ну, в некотором смысле, лёгкая домашняя неопрятность мужчин в женщине? Мужчин в женщине? Ну да, женщина может раздражать. Давай я тебе приведу такую же точно аллегорию. Сидит мужчинка, пришедший с работы, в трикос обвисшими коленями, смотрит телевизор, попивает пивасик и, в лучшем случае, коньячок. Сидит такой, никакой Боров, да, любитель спорта на диване. И вот она на него смотрит. Боже, куда мои глазоньки смотрели? Или, боже, что стало с моим мужчиной? Какая я хочу учесть на него, если он абсолютно не обращает на тебя внимания? Она вся в духах, в туманах, вся с перманентом, как ты говоришь. Утро, это день или вечер. Вот она вся, а он просто на неё не смотрит. А кто виноват? Кто виноват? Ну, кто виноват? Тот, кто перестал обращать внимание на себя. Тот, кто закормил, тот, кто дал возможность жрать пивко перед телевизором. А как она? Знаешь, как обычные женщины закармливают своих мужиков-то? Это такая тема, ох, глубокая. Глубокая. Она всё, он мой, а теперь надо его откормить, как Борову, чтобы другие бабы-то внимания не обращали. И вот оно вот такое чудочко и растёт, а она ему ещё бутылочку пивка подставляет. Барбара Стрейзен в своё время ещё говорила о том, что, да, мы 10 лет пытаемся перевоспитать мужчину, а потом рыдаем о том, что мы выходили замуж совсем с другого человека. Конечно, вот если это раздражает, вот представь себе дрессировку животных, да, вот если собака совершила какое-то неверное действие, если её в секунду не щёлкнуть по носу, то она через минуту не понимает, правда не понимает, за что её ругают. Точно так же, если муж чувствует, что утром страшно проснуться с этим созданием, вот в виде дузы горгоны, да, начёс вчерашний, размазанный глаз, и вообще-то подхрапывает, если она рядом, конечно, эстетического удовольствия мало, мало вероятно, что он испытает вот это такое счастье, вот такое. И поэтому, если он видит, что вот это тело, которое лежит рядом по утрам, его раздражает, значит, надо сказать, значит, так, Оленька, скажу тебе так, мать, если ты... Давай так, Оленька, Светочка, Машенька, не надо Оленька обижать, любое имя. Дорогая моя, дорогая моя, если я ещё пару раз увижу тебя в таком виде, буду наказывать, как в Египте, отсутствием секса. То есть можно такое же ещё не сказать? Да, да, да. Нет, а при этом надо, видимо, сказать, что меня раздражает такой твой вид, потому что это не вызывает у меня желания, да? Надо мотивировать. Почему? Почему? Он больше не желает её видеть в таком виде. Сказать, что давай так, не вызываешь ты во мне сексуальных чувств, не хочу я тянуть к тебе щупальца, и поэтому я больше повторять трижды не буду. Я сейчас сказал и замолчу. Если ты вдруг заметишь, что я уже две недели к тебе не прикасаюсь, значит, ты знаешь что, проснись на полчаса раньше, вымой голову, и там как-то приведи в порядок лицо. Это легко. Есть мужчины, которые обожают своих жён в их рубашках, без белья, которые моют пол, вся в поту, и она вызывает у него прекрасные эротические чувства. Мы не можем сейчас всех под один шаблон. Нет, нет, я понимаю. Я и говорю о том, что мы начали с тобой как раз с того, что раздражает в быту. Я имею в виду такие поверхностные штуки, которые чаще всего слышишь. Как мужчин раздражает женщина, как многих, не в тех, некая неопрятность, так и женщина, как ты сказал, раздражает его пузо, пивной запах, и постоянно ничего не делал ни по дому, не вызывает сексуальных эмоций. Вообще сексуальные эмоции, они рождаются все в голове. То есть мы все стратеги, весь секс там, постепенно-постепенно он спускается до каких-то определённых органов. И если мы на секунду поймём, что это огромный титанический труд сохранить вот это влечение, вот эту волшебную шунт-трубу, которая есть между двумя влюблёнными, да, когда вот ты только вспомнил, она тебе позвонила, когда ты только-только подумал, а у неё там мурашечки. Это есть, это присутствует. Но каждый раз, когда мы ходим в засаленном халате и в тапочками шоркаем в 6 утра, конечно, мы вот этот шунт-трубу бетонируем. Так, чтобы не было этих эмоций. Как люди обычно к этому относятся? Ну всё, мы же вместе, мы уже давно живём, у нас и так всё хорошо. Чего особенно это выпендриваться? Вот пойдём когда-нибудь, куда-нибудь на вечерину, вот тогда вечернее платье, тогда и специальный бюстгальтер, как он называется, пуш, да, там, как он называется? Пуш-ап. Пуш-ап, да, так, чтобы... А так дома пусть висит, ничего страшного, пусть где-то там ни намазано, ни накрашено. Вот как на самом деле, я сейчас и по поводу мужчины, и по поводу женщины, в любом случае не хочу шовинизма никакого. Вот ты как специалист, вот сейчас прокричи или скажи в сердцах, людям, которые нас смотрят, как действительно... Ну ладно, она за полчаса встала и накрасила лицо, не каждая на это способна, не каждому мужчине это нужно, но, допустим, как один из вариантов некой рекомендации. Как всё-таки договариваться? И как сохранить эту сексуальную привлекательность в быту в постоянном режиме? Да, вот смотри, утро, да, утро, одна и та же траектория, часы, пробежка до туалета, до чайника, одна и та же траектория, вымерено всё по миллиметрам, да, то есть тапочки стоят в определённом месте, всунул, да, то есть что ты надела, когда встала с кровати, в чём ты была одета? Это очень важно, потому что в каждой семье должна стоять такая коробка с красивой домашней одеждой. Это правда. Красивая домашняя одежда. Я разговаривала со многими стилистами, и если ты зайдёшь в Арабские Эмираты, в специальные магазины для людей, которые живут в той стране, все самые красивые вечерние платья, все самые красивые вот эти широкие штанишки, на маленьком каблучке вот эти с опушкой тапочки, всё самое-самое-самое у них там, под их вот этой вот туникой, да, вот сидит мужчина, перед ним 10 женщин. У них одни глаза, что у них? Запах, жесты и мимика. И вот она этим воротком его пилит. И только потом, когда он с неё снимет эту паранжу, а там Версачи, а там Гуччи, а там такое-раз-такое-раз-такое. Зачем они это делают? Потому что у них нет другого варианта, потому что они видят его только вот в этот определённый момент, когда уже стрельбу глазами она закончила, он выбрал именно её. У них и выбор запаха, и выбор этого вечернего платья является ритуалом. Всё, он видит её только в таком виде, только нарядную. То есть надо брать примерственную? В этом смысле примерственную? Так как мы вот в какой-то определённый момент считаем, что если мы пришли в ЗАГС и пообещали друг другу, что мы впадаем в такое иночество вдвоём, всё, мы уходим как бы в монастырь, да? Потому что теперь мужчина держится на закадык. Его взяли, посадили, как вот, начистили ему пуговицы на мундире, повесили его на вешалку, всё, висит мой. Хорошо, хорошо. А то, что как... не понимают женщины, что это как... Знаешь, вот представь себе ребёнка шестилетнего, вот такой хороший возраст, мир интересен, смотрит вокруг, и мы говорим, не-не-не, вот тебе деревянная лошадка, смотри только на её, на эту лошадку, на железную дорогу, на шарики, на любые развлечения, на цирк, не смотри, его больше не существует. Мы играем только одной деревянной лошадкой. Как пары не понимают, что в течение жизни могут меняться интересы? Если у нас меняется гормональный фон, запах, эрогенные зоны плавают по телу, получается, что в каждом возрастном периоде нужно искать что-то такое, что будет удивлять партнёра и знать, что в определённый момент может его раздражать. Вот, допустим, давай с эстетики начнём. Ну, вот ты заговорил о том, как просыпаться. Вот можешь себе представить, встаёт она раньше, но она из комнаты не вышла. И вот, значит, момент натягивания колготок с тремя прыжками. Представляешь, натягивание водолазки, когда она вылезла, она у неё только на электризованную волосы, да, красиво. То есть красная морда, торчат волосы тоже. То есть в присутствии его даже одеваться не всегда нужно. Да ладно. А раздеваться когда? Комботки можно элегантно одевать, присев на кровать. Это правило хорошего тона общежития именно. Как раздеться и как одеться, тоже наука. Опять, если мы говорим о внешнем виде, да, вот что такое запах, помнишь, мы с тобой тоже говорили на эту тему. Да мы о чём только не говорим. Да, запахи. С утра. У кого-то нет запахов, а кто-то ночью поспал, такой чудесный. Знаешь, как меня веселят часто фильмы, особенно американские, когда показывают пробуждение. Утром, поутру они проснулись. Будильник, они просыпаются, он поворачивается к ней, она к нему, и давай целоваться. Я, конечно, всякий раз задумываюсь, то ли у них, у всех зубные протезы во рту и своих зубов. Что тоже, кстати, не благоухает. Что, в общем, тоже наверняка не пахнет розами. Но меня как-то это уж, извините, за пикантность смущало всегда. Всегда смущало. Романтично, конечно, но как минимум неправдоподобно. Вот что касается запаха поутру. Тоже интересный момент. Когда пара влюблена, и когда у них очень большое желание, их абсолютно не раздражает никакой запах. Но как только покидает любовь, автоматически приходит раздражение. Вот это нужно понять. Раздражение на все. От конфетного фантика, который валяется на паласе, и заканчивая тем, что ты мне всю жизнь испортил, я действенность тебе отдала, и вообще бла-бла-бла-бла-бла-бла весь этот монолог, который обычно женщина произносит, или мужчина, который говорит, сколько я буду тебя учить, сколько... Это редко так бывает, когда я с тобой не согласен на корню. Я считаю, что... Вот это моя точка зрения. Сейчас не настаиваю, как хотите. Но любовь, не любовь, глубокая, не глубокая, но лично меня запахи неприятные раздражают всегда. Какая бы любовь ни была. И я в данном случае не говорю, что... Ну, скажем, я скажу, фу, что-то... Нет, я могу промолчать, я могу стерпеть, но в любом случае в следующий раз я постараюсь этого избежать. В любом случае. Ну, подожди. Опять ты... Может быть, я... Сейчас как индивидуалист. Да, да, да. У меня есть несколько примеров женщин, которые ждут, когда будет у мужчины бадун, вот именно похмелье такое вот с таким запахом. Ну, а Наполеон просил свою любимую жену не мыться за неделю, пока он не приедет домой. Но это уже отдельно как раз единичный случай. Нет, не единичный. Это ты такой прямо чистюля, такой весь пендитный. А есть женщины, которые... Я не пендитный. Женщины, которые говорят, давай ты сначала займешься со мной любовью, а потом уже пойдешь помоешься. Потому что есть мужчины, которые трясутся... А кого-то это раздражает, смотри. А вот как быть, если... Вот тебе, пожалуйста, пример. Методом эксперимента. Есть такая женщина, которой нравится, как ты говоришь, запах бадуна. Да. Запах грязного, немытого мужского тела. Так, чтобы мужиком пахнуть. Да. А он при этом, как ты говоришь, пендитный, да? Да. Чистюля. Ему надо, чтобы запашок был правильный, чтобы... Пускай не будет там духов прям вот так пш-пш-пш. Но чтобы был запах чистого тела. И вот она, зная о своих интересах и понимая, что, видимо, раз ей так и ему так нравится, весь день занималась домашним хозяйством, мыла посуду, не знаю, полы с детьми возилась, и потом плюх в постель, вот она я. И чего ему делать? Надо сказать об этом прежде всего. Надо. Некоторые стесняются. Вот. И он ей, допустим, говорит, обида ведь может быть смертельная. Он может сказать, знаешь, милая, меня раздражает. Вот тут твой запах. И она вдруг ему к твоими словами говорит, ну, а тебя наслушалась и говорит, если человек влюблен, его никакие запахи не должны смущать, значит, ты меня с собакой не любишь, говорит она ему. Что он делает? Прищепку на нос? Говорит, да, бог с тобой, давай. Так что ли? Нет. Как-то ты так интересно вывернул. А я тебя наслушался. Это психологическая манипуляция, то, что ты сейчас совершил. Абсолютно. В любом случае, как долго может трубач, который играет на трубе, держать эту высоченную ноту? Он все равно вдохнет, правильно? Через некоторое время он прищепкует и снимет, и может случиться астматический приступ. Тоже это касается и палочек, которые женщины зажигают. Это не обязательно от нее там коняшкой должно пахнуть, а именно это может быть какие-то саше, масла. Раздражение бывает. Именно поэтому основная наша задача сказать нашим телезрителям, что если приходит какой-то момент, и вы начинаете об этом задумываться, а если вы еще и пожаловались где-то на стороне, прежде всего уважайте своего партнера и сообщите ему о том, что ему пора вылечить зуб, что нужно мыть ноги. Купите ему эту присыпку или ей, да, принесите присыпку, скажите, вот прекрасная в аптеке, я увидел, проблема у тебя, мать, надо ее решить. А вот, кстати, тебе, пожалуйста, живой бытовой пример. Это, кстати, не я придумал, я же наслышался от женщины. Так, так. Ты наверняка это слышишь тоже. Безусловно, это не конкретно сексуальный раздражитель, но как минимум это может привести к отсутствию желания заниматься любовью со своим партнером. Давай. Мужчины, мужчины очень часто позволяют себе, вот где снял носки, там и бросил. Там они и стоят. Трусы где снял, да, там их он и поставил в уголке. Жена потом или там половинка, которая, ну, условно говоря, подруга, да, если они неофициально зарегистрировали свои отношения, ходит по квартире, собирает все это, и раздражение накапливается у нее. Потом она заходит, как это любят говорить женщины, в ванную, а там еще и тюбик от зубной пасты не закрыт, а еще и брызги от того, как он чистил зубы на зеркале. Он-то самой собой живет нормальной жизнью своей собственной. Ночью он к ней, а она ему, на, говорит, не дам. Он говорит, почему, дорогая, все же хорошо. И она говорит, нет, у меня голова болит, не объясняя, собственно, никаких, ну, вот все эти цепочки. А есть тоже некоторые манипуляции, надо просто к ней подползти, спросить, дорогая, у тебя сегодня голова не болит? Она скажет, нет, прекрасно. То есть вот так надо подходить. Это тоже ведь раздражитель. Ей сказать надо об этом, безусловно, я знаю такие примеры, когда она говорит, да каждый день говорит, а ему по барабану. А нельзя это все в определенную кучку складывать, вот все время, все время ворохом в центре комнаты, переступать через демократичное? Или просто вот какое-то время не обращать на это внимание? В принципе, она должна перестать на это обращать внимание. Или не придавать этому такого значения? Ну, если это трагедия, которую невозможно решить, надо относиться к этому, поменять к этому свое отношение. Нет, ну, можно сказать, знаешь, что в следующий раз будет вот так вот, в такой обилие, я пасьянс не могу сложить из твоих носков по квартире. Значит, я это все соберу и выброшу в окно. И через какое-то время надо это сделать, раз сделать, два сделать, три. То есть это нормально. Он поматерится, пойдет, поднимет или не пойдет. Но сам факт через некоторое время скажет, носки разошлись, я их все выбрасывала в форточку. А он ведь тоже может, начитавши всяких умных, можно сказать, дорогая, если не хочешь меня принять таким, какой я есть, значит, ты меня не любишь. Я вот такой, я не могу по-другому, я привык, с детства так носки разбрасываю. Ну, условно говоря. Я понимаю, но если мы сейчас говорим о раздражителях в сексе, то сейчас мы с тобой пришли к бытовым раздражителям. А разве это не является в итоге раздражительным, общим, сексуальным? Бытовые раздражители? Раздраженная женщина, она вообще асексуальная. Единственное, что если мужчина, конечно, не специально ее заводит, для того, чтобы... И тут они как раз помирились, знаешь, она там делала пирожки, муку, и прям положили ее, и все прекрасно, и хорошо, так помирились. И столеон звонит дважды, фильм чудесный. Ну, это прекрасно, но редко... И скандалы иногда рекомендуют и сексологи, и психологи... Прям ругаться? Прям ругаться, для того, чтобы мириться, в этом что-то есть. Разлучаться, периодически друг другу показывать направление движения. Вот надо, надо, а тут уж каждый может в меру своих знаний, анатомии, физиологии, географии. Кто куда посылает, да, то есть кто на Кудыкину гору, кто куда. Но автоматически партнер все время должен понимать, что он должен быть простимулирован для того, чтобы тебя хотели. Не по приоритетам стать самым важным на свете, да, а вот понимать, что когда люди пришли в ЗАГС, или вообще, когда они вот сели в кафе и договорились, давай вместе, давай. Вот они говорят, теперь у тебя есть я, и весь окружающий мир у тебя тоже есть. Как только начинается копание, как только начинается вранье, вот вранье, оно скорее даже больше мешает сексу, чем раздражение бытовое, о котором ты говоришь. Носки носками, ничего страшного, оно побухтит, побухтит. В любом случае у нее может быть припадок сексуального голода, если она нормальная, здоровая женщина. Опять же, игнорируем 2-3-4 недели, потом показываем эрегированный член, и в принципе она соберет весь этот пассиан с износков моментально. А между прочим, в Египте знаешь еще, как наказывали? То есть когда женщина приходила просить прощения за то, что она провинилась, вот этим же эрегированным членом ее били по лбу в знак примирения. Вот так? Да. Ну у нас с египтами разный подход. Жезл силы, все-таки имел, то есть мужчина говорил, я мужчина, и до тех пор, пока ты не построишься, я тебе буду вспоминать опыт предков. Если ты хамеешь и грустишь, я тебя буду или бить, или не подпускать к себе в постель. А у нас женщины взяли на себя вооружение, на вооружение египетские традиции, а они не подпускают. У нас все наоборот. Далеко не, нет, неправда. У меня на приеме очень много женщин, которые говорят о том, что мужчины в 21 веке перестали быть игручими. Если раньше отряд вот этих кобелей-мобелей, их было большое количество, если мужчины все-таки каким-то образом стреляли глазами, заставляли женщин ревновать, давали им повод для стимула вот этого, да, я лучше всех, то сейчас как-то больше домашних хозяев, которые хранят то, что у них есть и сохраняют быт до поры, до времени, допустим, впадают в отцовство. Да, вот многих женщин ругают о том, что она стала там самкой, что она стала курицей, да, что она варит лапшу, стоит босая, беременная на кухне. Мужчин очень много вот таких домовитых, которые вешают домашние пеленки, чистят картошку. Так даже нравятся женщины, нет? Да поры до времени. Ага. Ага, когда мужчина абсолютно управляемым становится, женщина хамеет и грустит. Если он и платит, и покупает, и с сумками домой, и с детьми на каток, и то, и все, вот грустно ей. Она обязательно найдет себе какой-нибудь ловеласа из красной шапки, и все равно где-нибудь изменит, будет ходить, гонять. Но вот когда мужчина все время хороший, кто-то в паре должен быть плохим. И поэтому в идеале, когда она провинилась, попросила прощения, он провинился, попросил прощения. А если оба хорошие, начинается вот счастье. А счастье – это не любовь. Как ты это слово произнесла? И когда счастье пришло, тут как бы вот такая гармония, тишина. Родненькие люди, они обнялись, можно пукать в постели, можно смотреть телевизор в обнимку, можно там как-то по старинке, там, бочком тут же перед телевизором. А вот когда любовь – это все время надрыв, это все время что-то непонятное, это все время… Ну, это совсем другое. Она не может быть все время в таком состоянии. Не может быть пара в таком, как ты видишь, драйве всю жизнь. Поэтому все ей задают вопрос, есть ли секс после свадьбы. Есть. Именно поэтому, что он бывает счастливый. Он другой. Возможно, он немножко другой. Счастливый, да. Немножко другой, наверное, я так предполагаю. Тихий, спокойный. Ну, мы с тобой работаем над этим, поэтому нам нужен секс на лечной площадке, там тоже антисанитария, и никто не помылся перед этим, и ничего страшного. Не-не, безусловно. Во, в лифте, во, в кафе-ресторану, во, после работы. Тоже все пахнут, извините, пирожками. Я тоже сторонник спонтанного секса время от времени, безусловно. И там уже нет до гигиены, естественно. А в машине. О, да. На центральной улице, прекрасно. Мои не говори, да, да. Две кумушки. Понятно, что я сейчас не обо... Это эпизоды. Это эпизоды. Я все-таки говорю об общей какой-то такой массе, да, и об общей концепции поведения друг с другом. Вот часто бывает, когда мужчина, например, любит определенные позы сексуальные. Он их отточил до совершенства, и уже здесь он монстр. Да, может быть, ему так удобнее, чисто физиологически. Женщине, опять-таки, по причинам физиологическим, это же не секрет, что вагина располагается у женщины несколько в разных местах, да. Не секрет. У других ближе к анальному отверстию за такую, извините, точность, простите меня, да. У других чуть выше, ближе к лапку и так далее. Но это же физиология с этим, по-моему, давно не происходит. Вот ему нравится в какой-то определенной позе, потому что он с этим уже вот так живет. Ну, живот у него, допустим, вот такой. К примеру, да. По-другому неудобно. Или ножки каратюсенькие. Тоже может быть. Такое тоже бывает, кстати говоря. Или лысый. Хотя это никакого отношения к делу не имеет. Лысый в сексе, это монстры. Это поспорил бы. У тебя были лысые? У меня не было лысым, я был лысым. Ничего не изменилось. Значит, ты не использовал по назначению лысого. Значит, ты просто хотел лысого. Это безобразие. Поговорим об этом тоже. Вот. А ему нравятся другие позы. И тут вот как он пытается по-своему, естественно, как ему удобно, хотя и хочет постараться сделать все возможное для нее, но не выходит. Ей, естественно, нравится по-другому. И раздражителям это может быть страшенным. Как найти здесь какую-то, знаешь ли... Золотую середину. Серединку золотую. Нету здесь середины. Женщина должна все делать. Женщина? Да. Заметьте, друзья мои, не я сказал. Женщина должна все делать. Да, да, да. Еще раз повтори. Женщина должна изобретать, как раскрасить мужчине жизнь. Именно поэтому она должна подползать к компьютеру, когда он очень долго сидит в порно-сайте и не идет. Я вернусь к теме, что мужчины не идут в постель. Не идет он в постель, да? И именно женщина должна сходить в секс-шоп с подружками, хохотушками, накупить чесалок из зайок, потому что мужчина должен понимать, если она уже принесла чесалки, значит, явно ей чего-то не хватает. Понимаешь? То есть от того, что мужчина припрет очередную чесалку, первое, что скажет женщина, где ты научился. Правильно? А когда она скажет, а вы, мы вот с девчатами на девичнике сходили, смотри, какой я принесла крем для увеличения потенции, смотри, какие капельки, смотри, какой вот аромат с феромоном и афродизиаком. Первый вопрос, который задает, тебе не нравится моя потенция? А может быть, об этом надо было говорить чуть раньше, немножко издалека. Это же не надо предупреждать, это такие мелочи, которые должны как раз таки... Знаешь, как женщины часто реагируют, когда мужчина дает ей деньги, говорит, сходи в целом красоты. Первый вопрос, это что, такая страшная, что ли? И как он ему говорит, да нет, я просто давно хотела, и сейчас деньги у меня есть свободные, сходи. Поэтому тут, мне кажется, к таким вещам, как крем для увеличения потенции, надо подходить издалека. Чуть-чуть издалека. Ну, раньше, за месяц, до того, как купить. Вообще, надо начинать сразу сначала. То есть, сам секс нужно отстраивать в любой паре, он будет отстраиваться по-своему, да, мужчина. Возьмем три вида мужчины. Есть мужчина, которому надо вот сразу от входа, он уже в лифте стоит с членом наперевес, да, ему надо открыть дверь и сразу, вот как раз она должна полы в этот момент, мыть и сразу... Другому наоборот, надо самому обцеловать от макушки до пяток, он заводится так, ему надо там все эти прелести делать, да, то есть, он такой француз, или там какой-нибудь голландец, или... Ой, был у меня мужчина, сейчас, подожди, как же его звали? Нет, как звали, не вспомню, но он был чех. Ой, прекрасный, прекрасный мужчина, очень заботливый и старательный. Вот, вот ему надо стараться. Он не понимает, когда женщина его начинает облизывать, потому что ему самому надо. А есть мужчина, который лежит вот так, и надо по нему ползать, надо делать ему массаж стоп, ла-ла-ла, танец огняем, танцов. Так женщина скажет, нафиг мне такой нужен, чтобы я по тебе ползал? Да женщины, женщины рознь, есть те, которые заводятся от того, что делают... То есть, они еще должны найти друг дружку такие. В том-то и дело, что, вот как раньше говорили, вот вы же познакомились на свадьбе, и теперь мы любим друг друга, потому что больше нельзя никого любить, да? Вот в 21 веке все-таки, слава богу, у молодежи есть возможность попробовать найти себе пару того, который будет резвиться с тобой, или не будет, или примет вот такую раз в 10 дней в миссионерской позе под двумя пуховыми одеялами, тоже такой же. Можешь найти, и будете, ооо, порнография, ооо, журнал. Вот такие же тоже пары бывают. В каждой избушке свои погремушки. Вот в чем дело. Кто-то принесет крем для увеличения потенции, а кто-то просто купит там палочку китайскую и подумает, что он уже сделал все, что можно сделать. Слушай, вот история интересная, кстати, история жизни. И я, если не ошибаюсь, ты ее знаешь, но мы нашим зрителям сейчас ее поведаем. Когда муж уехал в командировку на неделю, а жена задумала, вот он уедет, а я решу какую-то такую свою интересную проблему, чтобы нам было весело в сексе, а то как-то уже раздражать стало это однообразие сплошное, как-то все, да. Первый пункт, второй пункт, третий пункт, и компот напоследок. Он уехал, она пошла, она купила порнофильм, села дома, насмотрелась, что-то там запомнила, записала, посмотрела, какое там белье, пошла в секшоп, закупила такого белья себе, насмотрелась, как эти барышни там, что делают с органом мужским, естественно, да, ну и ждет его вожделенно. Он приезжает из командировки, там, само собой, первые ночи, ну, ясное дело, он тоже соскучился, и она в этом красивом наряде начинает выделывать с его половым органом все то, что она насмотрелась в этом порно-кино. Естественно, муж на седьмом небе, такого никогда с ним не было, бурный секс. Он ее по имени назвал. Разрядка, не знаю, разрядка потрясающего обоих, потом уже лежа в постели, он вдруг как опомнившись, задает ей один вопрос, послушай, а где ты была всю эту неделю? Ты дома ночевала? Она говорит, да, конечно. А где ты этому научилась? И она ему честно говорит, я вот тут насмотрелась, а у него сомнения. Как это вот, собственно говоря, до этого не было? А тут она, понимаешь, такая опытная стала неожиданно. Понимаешь, тут даже палка о двух концах всегда. Да нет никакой палки, и у палки всегда два конца. У меня абсолютно реальная такая же история есть. То же самое, уехал супруг, она пошла на тренинг по увеличению женской сексуальности. И, представляешь, за 10 дней натренировала мышцы влагалища, накупила себе для эрегирования сосков всяких банок, бусинки себе понавесила во всех местах на клитор, там прищепка сияет, блестит все. Он пришел, у него паралич был, у них 10 дней ничего не было, он не мог понять, как это такое возможно. А еще есть риск, конечно, что другим именем назовет. Очень большой. Ну, женщины обычно довольны. В последнее время, ну, молнию не вошьешь, конечно, туда, а вот пойти сделать пластику, так, чтобы эстетически красиво все было, и как любят, чтобы узко и туго, это сейчас очень дешево и довольно распространенная косметическая процедура. Раньше уколы в голову делали, а теперь делают уколы ниже. Это тоже твоя рекомендация. Но, с другой стороны, мало ли, может, кому-то это и не надо. Это ты говоришь, наверное, скорее всего, рекомендуешь тем. То есть так, чтобы елка стояла, когда мы не идем. Да-да-да, ты рекомендуешь тем, у кого с этим проблем. Но в любом случае, любую проблему... Тоже раздражает. Или у мужчины уже там нет ничего, она там пинцетом бедно ищет и грустит. Или он там утонул прям как паровоз в тоннеле. Тоже неприятно. Не раздражает, скажет? Вот тебя бы не раздражало это? Не знаю, наверное, раздражало бы. Скажет, что там мать, у тебя там лоханка уже. Нет, вот, а я теперь думаю, а вот я теперь думаю на самом деле, если это раздражает мужчину, раздражает сильно, что после родов, ну, так бывает, да, ну, не секрет, что мышцы, они теряют эластичность, теряют упругость, и само собой может оказаться, что там, как ты говоришь, лоханка. И он ей должен об этом сказать. Должен. Понятное дело, что у него, ты знаешь, крупнее время от времени не становится, он какой есть, такой есть. И болтается он там. Как сказать? Он начинает к ней как-то искать подход. Говорит, дорогая, люблю я тебя. Много лет люблю. У нас прекрасные дети, великолепный секс. Вот он находит, наконец, слова и объясняет ей, что как-то бы вот это дело... Что она должна ему сказать? Да, пойду, ушьюсь? А почему нет? Интересное дело, да какая женщина? Любимая, сделай грудь. Много таких женщин, которые на это пойду. Любимая, сделай грудь. Любимая, убери живот. Любимая, давай-ка ушьем там, чтобы было нам с тобой. Обоим хорошо. Она скажет, давай ты себе пришьешь, такой дрын. Некоторая скажет, а некоторые не скажут. Вот, в том и дело. А женщина ведь легко можно сказать, что ты любишь, получается, мою грудь, а не меня. Терпи такую, какая есть. Я рожала тебе, детей, рожала. Это ты про каких-то глупых женщин говоришь. Да почему? Опять вернемся к нашему веку, к мегаполису. Какая бы ты ни была умная, разумная, если у тебя нет этикетки и упаковки, то очень сложно продукту сейчас продаться любому, не говоря уже о том, что... То есть в отношении, кто должна быть упаковка и этикетка? А как же? Ну, если ты... Если она там вся из себя такая умелая, но на нее страшно посмотреть, то это же сколько надо выпить, чтобы прежде всего с ней лечь. Ну, правильно? И когда твой любимый человек говорит, любимая, плачу, давай еще полразмера на грудь. А, давай, давай. То есть об этом можно просто правильно говорить, но если у мужчины мы не можем что-то увеличить, то уж ушить у женщины гораздо проще. Да, а то мужчины уже увеличивают легко. Увеличивают. Да, только вопрос зачем? Ну, это уже другой вопрос. Кроме всего прочего... Обычно как-то на жертву идут женщины. Вот чтобы женщина такая лежала, взяла так пинцетом и сказала, знаешь что, дружок, я оплачиваю, пойди увеличь, как-то не звучит. Кроме всего прочего, я могу бы опять показать... А еще, знаешь, такие какие-то есть эти вакуумные насосы, там тоже он сидит перед телевизором и качает свое хозяйство. Тоже мило смотрится. А вот ее это может раздражать. Я подражала, говорит, слушай, ну мог бы где-то спрятаться. Сидит, говорит, такой душистый куст, и он... Не хочу показаться сильно правильным, безусловно, это не ко мне, но, тем не менее, такая штука, как, например, предложение от мужчины, женщине сделать грудь, увеличить там что-то, какие-то бедра нарастить, я не знаю. Мне кажется, вот для меня, как для мужчины, честно тебе скажу, вообще неприемлемо. Почему? Потому что я уже изначально полагаю, что я этим ее обижу. Если до сих пор в течение, там, 10 лет, может быть, 15, все было в порядке, меня все устраивало, то когда сейчас я об этом ей, допустим, говорю, есть вопрос тогда. А как же ты, собака, терпел это? Ты что, мучился, что ли, все эти 15 лет? Нет, ну она же тоже, представляешь, если в 18 лет на одной груди сделать Карла Маркса, на другой Энгельса, ты можешь себе представить через 30 лет, как вытянуться их лица? Тут же тоже... Когда ты на это смотрел 30 лет назад, ты должен предполагать. Извините. Я понимаю, ну а почему женщина, которая подходит к зеркалу и вдруг видит, о, морщинка, она меня лично раздражает. Это мое самомнение, да, это мое самоощущение. Я уже не так себя чувствую, я уже прикрываю целлюлитик, я уже прячусь, я уже красный цвет какой-то там придумала, да, для живости лица. Почему нельзя воевать с этой же морщиной? Там, почему нельзя воевать с морщинами в другом месте? А если не об этом, сам с собой воюй. Я говорю себе, не о себе самому, я говорю о другом. Если мужчина, глядя на морщинки женщины, говорит ей, о, очередная морщинка, раздражает меня твоя очередная морщинка. Лучше бы он так сказал и дал денег на пластическую операцию, чем он берет сразу ципу берет. Вот знаешь, вот у нас есть стойла для скаковых лошадей, такие же точно есть дамы у нас с прайс-листом. Он моментально, он своей ничего не говорит, она ходит с обвишами Энгельсом и другими политическими деятелями. А он идет к ципам, у которых все стоит, вот и все, лучше бы он своей сказал. Нет, секундочку, есть ли такой стимул для женщины, и она сама с собой этим занимается, и сама решает свои проблемы морщин, формы груди, это одно, я с этим не спорю, это в праве женщины. Если женщина когда-то намекнула мужчине, например, на предмет того, что как-то поглубже бы, это его дело пойти, увеличить. Но если она, знаешь ли, этим попрекает, а он ей всякий раз говорит, о, сиська повисла, о, морщина появилась, я говорю, ну, пинком из дома, не любовь это, это какая-то... Не слушайте его, не слушайте его, пинком никого не надо. Нужно консенсусом договориться, что с этого дня мы начинаем собирать заначку на грудь. Прекрасно, прекрасно. Никак не дает. Нужно хватать, хватать сразу за язык мужчинку в этот момент, и ни в коем случае все равно не отпускать его к ципам. В любом случае, если любовь была, ее нужно держать всеми руками и ногами, потому что любви в 20 веке нету. Мои провокации на тебя не действуют, все равно находишь ответ. Молодец. Вот за что Люблю Толстую никогда не лезет со словом в карман. Всегда знаешь, что скажешь. Давай вот ближе к делу, да? То есть хорошо. Ближе к делу. Грудь мы разобрались с попой, тоже бразильскую попку сейчас делают за пять процедур. Только старайся, да? Опять же, можно то же самое делать дома, только дольше. Но сам факт, только старайся. А если мужчинку раздражает бразильская попка как раз-таки? Он тоже должен сказать, знаешь, что мне вот эти вот твои вот эти вот формы... И чего она сделать должна? Пойти срезать, что ли? Зачем она объяснит очень быстро? Просто больше не кончает. С годами объяснит. Нет, не с годами, но просто ей надо бразильской попкой и нужно заниматься. Вот смотри, давай вернемся к таким более жизненным вопросам. Вот, допустим, позавчера бритые ноги и такой сексуальный какой-нибудь прыжок с люстры и полностью пораненный, можно так сказать, молодой человек вот ее вот этой щетиной, да? Щетина у мужчины в постели. Сколько жалуются на раздражение? Антицеллюлитный крем на самых нежных местах мужских во время... Только она вышла из ванной, намазалась этим кремом с перчиком, пришла к нему в объятие. Объятие. Знаю, некоторым нравится, но мало кому. Но эти вещи, как мне кажется, все-таки оговаривают. Нет, все вещи... Вот ты сейчас сказал абсолютно правильную фразу. Вот стоп-мысль, стоп-фраза. Все вещи в сексе оговариваются. Точно так же, как слово стоп. Да? Стоп-вета. Вета-слова. Когда что-то больно, что-то не так, где-то вывернул, как-то ущемил. Остановиться надо. Что-то куда-то засунули. Где-то что-то больно совсем. Да? Вот есть какие-то слова, которые люди друг другу говорят, а второй думает, что можно распаляться дальше. Не слышит этого слова. Какое-то слово определенной остановки, когда я не хочу. Я не хочу. Обида ли это у женщины на мужчину или у мужчины на женщину? Месть ли это какая-то? Просто она думает сейчас про паутину на потолке. Нет хочучести. И вот это тоже иногда может раздражать. Один, два, три, пять у него не получилось. Она приходит и говорит, да сколько же я буду перед ним танцевать, ползать. Слушай, я знаю, пример один. Немножко удивительный, конечно, но это правда из жизни. Когда какое-то время уже после начала отношений, после начала жизни, женщине вдруг, она физически захотела, чтобы во время секса, когда она в позе краба, скажем, он сзади нее, чтобы он ее шлепал. Вот ей нравится, когда он ее шлепает по ягодицам или ягодицам. Уж как хотите, ударение ставьте. По попке, короче говоря. А для него переступить этот барьер и ударить ее, даже так, даже как бы шутя, это невероятно, он не может. Надо начинать просто в обыкновенной жизни. И она говорит в самый ответственный момент, ударь меня, ударь меня. Потому что это доставляет ей удовольствие, она может получить оргазм еще более насыщенно, если он... А он не может преодолеть. И это раздражает. Реальная история. Реальная история, когда человек чуть не плакал, я не могу, я не знаю, что мне делать с этим. Она кричит мне, что если я этого не делаю, значит, я ее не люблю. Да я ее люблю настолько, что не могу руку на нее, даже на попу ее руку поднять не могу, я ее стукать. А ей надо, чтобы я ее бил. Как ты поэтому... Опять возвращаясь к твоим словам, так она пойдет себе кобелей искать, которые будут шлепать ее периодически. Найдет. Как ему заставить? Это раздражает обоих. Его раздражает, что ее надо бить. Даже тигров дрессируют. Даже тигров дрессируют. Есть непреодолимые какие-то моменты. Уж извини, но есть. Я таксосолог, знаешь. Надо стараться, надо стараться. Начинать в жизни просто так в бочару зарядила, в морду или в пузо, как в крепком орешке. Начинать драки, не раздевшись. А потом через некоторое время начать колотить его. Он привыкнет, что его бьют, потом ударит сам. А, то есть она сама должна провоцировать его уже? Очень часто партнер показывает, что он хочет, чтобы с ним сделали на другом партнере. То есть как только он начинает крутить сосок или бить по попе, значит, попробуйте его ударить. Возможно, у него снесет крыша. Вот как оно и оказывается. Как у вас, у сексолога, все непросто. Черт с двух сторон. Кстати, есть замечательная рекомендация. Не моя, я это уже все из жизни, что называется, от специалистов почерпнул, что мужчине, прежде чем заниматься сексом, надо выпить как минимум стакан, а то и два ананасового сока. Тогда вкус у спермы будет удивительно вкусным, сладким и нравящимся женщине. Знаю некоторых женщин, которых раздражает вкус спермы. Есть великая тайна, которую я привезла из Америки в этом году. Оказывается, если правильно играть на флейте, раздражает чаще всего вкус спермы как раз в этой процедуре, значит, неправильно все делают. Потому что если вспомнить анатомическое строение нашего неба, то там между твердым и мягким есть такие две точечки. И если это месяца 4-5 может занять у женщины, тренироваться, и как можно глубже, 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 вот джезл силы туда пропихивать, и все время на какую-то определенную глубину зашла, надо попробовать вдохнуть носом. Именно в этот момент вдох идет не так, как мы привыкли вот сюда, а он идет вот туда, как дышали наши предки. И вот какой-то определенный момент настает, да, наверное, на втором, на третьем, на четвертом месяце тренировок, чем порадую мужчин, тренироваться лучше ежедневно. Это прекрасная процедура, прекрасно тренируется жена. А ты тренировалась так? Ну, для того, чтобы рассказывать, конечно... Ну, то есть это не понаслышке сейчас? Это не понаслышке, конечно. И что происходит, только расскажи. Происходит мозговой оргазм, очень похожий на то, как йоги сидят. Вот они сидят в каньоне, дышат, они сидят... Секундочку, это, конечно, анекдотично звучит, когда женщина правильно делает орально, то есть оказывается... Условно говоря, делает меню от мужчины. Если она вдохнет носом, у них будет радуга, и она вообще не почувствует запаха стермы. А чем она должна дышать, когда рот у нее занят, извините, стержнем, нефритом? Воздухом, прекрасно дышится. В том-то и дело, что мы все делаем неверно. Все от безграмотности нашей. Нет, подождите. Той, которой не нравится, она абсолютно безграмотная женщина. И мужчина, у которой... У женщины, у которого простатиты, у которого какие-то проблемы с потенцией в 45 лет, это неграмотная женщина, я абсолютно уверена в этом. То есть если у мужчины случились проблемы с потенцией, это виновата женщина? Да, и прямо можно прийти и сказать так, дорогая моя, иди на курсы... У меня простатит. Да, твоя основная задача – массаж простатой пяткой, мы покупаем крем для увеличения потенции, мы начинаем учиться, тренировку, мы будем учиться с тобой там в 40 лет, делать ручную стимуляцию пенису, снизу, вверх, в прокручу. Это, говорит, женщины сейчас у меня в эфире. Потому что если не учили, а в школе нет любви, а нигде даже на сексуальном воспитании, которого тоже сейчас нет, некому рассказать, где в переходе они будут делать ручную стимуляцию пенису, на ком, на фалоимитаторах, где покажут. Нету безграмотности абсолютно, 21 век. Ужас. Да. И, кстати, сказать, многих это раздражает, что нет возможности учиться. И ни на кого. Возможности учиться сейчас огромное количество. Нет, я имею в виду вот так, на официальном уровне. У нас есть интернет, где можно тюк-тюк, официальный уровень, нормальные тренинги, психологические церкви. Я тебя умоляю, ты он из Америки только в этом году привезла, сколько лет прожила и знать не знала. Сексолог, сексолог. Я не закончила. Сидит йог, сидит, значит, в каньоне. Вот у него он, он сидит. И у него язык, где ты думаешь? Он у него там, между твердым и мягким небом. Он сидит в своем экстазе. Единственное, что он пользы никому не приносит. То есть у него гармония с самим собой. А когда это парень и девушка, почему опять надо посидеть, посмотреть друг другу в глаза, настроиться на дыхание, потрогать друг друга. Для чего это все люди придумали? Не мы же, не нам отменять. Для того, чтобы впасть в этот резонанс, который как раз и нужен паре для того, чтобы она была игривой. Если это просто вот кончил, не кончил три минуты, то это могут любые люди, это механический процесс. Я любовью это не называю. Вот это, наверное, как раз конкретный секс. А если говорить о любящих людях и о тех, кто относится к этому как к творчеству, как к игре на пианино. Кто-то играет чижик-пыжик, кто-то отучился давным-давно вообще за инструмент не садится, а кто-то как может подбирает, да? А кто-то просто садится, выучивает по нотам и играет в совершенстве. А кто-то просто посмотрел ноты и как сел, так и сыграл. Потому что есть гении, есть талантливые люди, есть механические такие каменные жопы, заучившие что-то, да? Есть люди, которые относятся к сексу как к творческому процессу. Есть как к механическому действию. Это мы тоже с тобой не отменим. К сожалению, да. На самом деле людей... Вот то, что сказала, сейчас уже без иронии. Сейчас уже без иронии. Я всю программу пытался иронизировать немножко, сводя тебя к некой конфликтной ситуации. Хотя, откровенно сказать, нам-то спорить не о чем, на самом-то деле. Мы давно знакомы, и, слава богу, во многих вещах сходимся во мнении. Но все-таки очень важный момент, который, я считаю, нужно сейчас повторить. Раздражающих факторов в сексе огромное количество. Они разные. Ты сказала несколько раз сегодня за этот эфир, что во многих проблемах виновата женщина. Да. Многие вопросы и многие, собственно, головные боли и болевые точки в ее руках. Давай ты еще раз об этом скажешь более подробно, так, чтобы аудитория это... Я не потому сейчас хочу, чтобы она это сделала, уже шовинист, мужчина. Нет, потому что это действительно так. Это действительно так. Если вдуматься, это действительно так. Это только нужно понять и осмыслить для себя. Давай, рассказывай. Когда я училась в Ростовском мединституте, у нас был замечательный профессор, 70 лет ему было, и он говорил, что, ребят, 70% в этой жизни зависит от секса. Какие бы вы ни были умные, состоявшиеся и состоятельные, какая бы ни была у вас удача, какое бы ни было шикарное здоровье, как много бы вы никуда накупили манаток вокруг себя, этих замков, замков, не поставили сундуков. Плотина запретов, когда вы запрещаете себе секс, она прорвет все равно. И вы должны понимать, что секс – это один из форм существования. То есть вы дышите, вы выполняете какие-то физиологические свои потребности, у вас есть какие-то желания. Вот одним из таких очень важных, нужных желаний является желание секса, вот именно любви, вот этого соития, совокупления. Можно заниматься мастурбацией в ванной, можно смотреть журналы. Это все тоже не вредно, по крайней мере, опять же, к 21 веку доказали. Но вот в этих 70% успеха, 50% зависит от творчества женщины. Это они приходят ко мне на прием и говорят, почему я, почему я ему должна? Мужчина всю жизнь должен был… Мамы наши смотрели фильмы, там, где только целовались, и у них был свой негласный такой закон с песочницей о том, что мужчина должен так досмотреть женщину, чтобы она сама расстегнула первые две пуговицы на своей блузке, и тогда уже можно все. У нас совсем другая ситуация. Огромная конкуренция, во-первых, вообще мужчин, мужчин. Мало осталось. Именно мужчин. Во-вторых, очень много вот таких вот женщин свободных, одиноких, бум независимых мам, женщин, которые трудоголичек, которые иногда вспоминают о сексе. И так как он у них раз в пятилетку, конечно, они танцуют танец огня намного лучше, чем жены, которые варят, парят, тут же работают и двоих в садик ведут. Естественно, женщина, которая намелькивается все время, она становится привычной, но не вызывает подобного интереса. Именно поэтому нужно... Почему кокошники меняли наши прабабки, разноцветный сарафан одевали, а там не было белья, в другую комнату уходили. Потому что не мелькай, не мелькай, ни в коем случае не ходи голая. Ползада показывай мужчине и твори. Вот если правильно женщина понимает, что она земля, земля должна плодоносить. На нее сажают цветы. Цветы должны быть разноцветные, потому что мужчина – это небо, купол. Его нельзя познать никогда. И небу интереснее смотреть на эту землю, не когда она пустыня или выжженная, а когда там все время распускаются разные цветочки. Истерикуй, психуй, плачь, проси, меняйся. Сегодня врач, завтра вам. Послезавтра домашняя хозяйка зачуханная, с немытой головой тоже может понравиться. Сегодня калорийность вывесила на холодильнике, будем пить витамины, послезавтра вообще не стала стирать носки. Каждый раз новое поведение, каждый раз. И если самой интереснее так жить, потому что считается, вот когда приходят женщины, говорят, когда же он наденет шапку с колокольчиками и будет меня развлекать? Когда же я сижу, сижу такая вся с намытой шеей, жду его, когда он придет уставший с работы, меня надо вести на выгул, а он никакой силы, все, я его поднять с дивана не могу. Тут совсем другая ситуация. Не надо сидеть с намытой шеей. Надо быть интересной самой себе. Как только ты становишься интересно себе и умеешь развлекаться без него, автоматически ты будешь интересовать партнера больше. Сейчас знаешь, какая модная новая тенденция? Когда жены не могут поднять мужа с дивана, они сейчас наряжаются, одеваются и уходят в ресторан играть в мафию. Где-то недели через две мужчина понимает, что жены вечером дома нет, и она куда-то ушла красивая, приходят или садятся рядом, или забирают, по крайней мере, с игры. Новые фишки. Вот так. И тогда действительно факторов раздражающих к сексу будет меньше. Почему я сегодня никак особо не упираю на те, скажем, моменты, которые должен или обязан исполнять мужчина? Потому что мужская аудитория, которая смотрит нашу программу, может быть, поняв какие-то важные для себя вещи, обратит таки свой взор на женщину и попросит женщину чуть-чуть, чуть-чуть изменить свое отношение к сексу и взаимной жизни. Помните, главное, подбираясь ближе к телу,